Урок 2. Занятие 7. Ремонт основных средств. Основные средства работают длительный срок, и нередко случается так, что они ломаются. В таком случае производится их ремонт. Что же такое ремонт? Какое определение мы можем ему дать? Ремонт – это комплекс работ по уменьшению степени физического износа и восстановлению ресурса основных средств путем замены отдельных износившихся конструктивных элементов, деталей, частей, узлов, по устранению поломок, повреждений, который направлен на поддержание основных средств в исправном и рабочем состоянии. Какие же бывают ремонты? Ремонты подразделяются на текущий, средний, капитальный. Текущие ремонты – это те, которые обеспечивают нормальную эксплуатацию основных средств. Они включают в себя замену некоторых изношенных деталей, устранение мелких поломок, повреждений, неисправностей. Средние ремонты включают в себя замену и восстановление изношенных деталей, для чего может потребоваться частичная разборка оборудования, подвергающегося ремонту. И, наконец, капитальный ремонт – это самый сложный и дорогостоящий вид ремонта. Он охватывает объект целиком, при этом основное средство может полностью разбираться, в нем заменяются отдельные изношенные детали, узлы. Особое внимание обращаются на базовые детали. Расходы по текущему ремонту основных средств относятся на те же счета затрат, что и амортизация по этим основным средствам, в зависимости от того, где используется основное средство, которое сломалось. Т.е. это могут быть 20, 23, 25, 26, 44. Например, если у нас сломался компьютер, который используется администрацией, тогда затраты по его ремонту мы отнесем в дебет 26-го счета – общехозяйственные расходы. Что же у нас будет по кредиту? За счет чего мы будем проводить ремонт? Ремонт основных средств организация может произвести самостоятельно или привлечь подрядчика, если самостоятельное выполнение ремонта невозможно. Допустим, мы решили поручить проведение ремонта подрядчику, ремонтной организации или сервисному центру. Для этого мы должны с ним заключить договор. И после того, как ремонт завершен, приемка основных средств после ремонта оформляется специальным документом – акт приемки-сдачи от ремонтированных реконструированных объектов по форме номер ОС-3. Этот акт подписывается работникам структурного подразделения, которое уполномочено приемку основного средства, и представителям организации, которая производила ремонт. Подписанный акт дают в бухгалтерию, далее он подписывается главным бухгалтером и утверждается руководителем. После того, как ремонт основного средства произведен подрядчиком, у нас появляется задолженность подрядной организации оплатить ее услуги. Кредиторская задолженность, которая отражается по счету 61. Поэтому делаем такую проводку – дебет соответствующего затратного счета 26, 23, 20, 25, 44 на сумму выполненных ремонтных работ. Если подрядчик нам выставил счет-фактуру и стоимость включает НДС, мы ее учитываем отдельно на субсчете 19,4. Т.е. еще следует проводка дебет 19,4, кредит 61 на величину входного НДС. Затем НДС можно принять к вычету – дебет 68,2, кредит 19,4. Результаты, выполненных подрядным способом ремонтно-строительных работ, т.е. которые касаются зданий, оформляются специальным актом приемки форма номер КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат форма КС-3. Просто помните об этом, когда у вас будет проводиться ремонт здания или какое-то строительство, то вы будете использовать в том числе и эти акты. Ремонт организация может провести и самостоятельно. Например, если какая-то часть того же компьютера вышла из строя, например, нужно заменить DVD-привод или просто сменить мышь или клавиатуру. Это же можно сделать и самостоятельно, собственными силами. Для этого мы сначала купим запасные части для ремонта. Как вы увидите в следующем уроке курса, где мы подробно будем разбирать материалы, для них выделен отдельный синтетический счет 10 – материалы, которому заведено много субсчетов. Для запчастей можно использовать субсчет 10-5. Пока мы не будем касаться проводок, которые делаются при покупке материалов. Предположим, что материалы, то есть детали для ремонта мы уже купили, и они у нас собрались на счете 10-5. Тогда проводка по ремонту собственными силами будет такая. Дебит – 26 или другого счета затрат, кредит – 10-5 на фактическую стоимость запасной части. Что означает эта проводка? У нас выросли затраты и уменьшились материалы. Если организация сама проводила ремонт, то акт по форме ОС-3 также составляется, но уже в одном экземпляре. А если же ремонт выполняла сторонняя организация, то акт будет в двух экземплярах – один нам, один нашему подрядчику. Может случиться и так, что проведение ремонта собственными силами займет не одну минуту, а несколько часов или дней. Одно дело сменить мышь, а другое дело отремонтировать какой-то станок. Тогда в затраты на ремонт нужно включить и заработную плату работника, который производил ремонт. Итак, пусть сотрудник провел ремонт нашего компьютера. Например, заменил детали на какой-то электронной плате. Наши затраты увеличились, а мы остались должны этому сотруднику. Задолженность работникам показывается по счету 70 – расчеты с персоналом по оплате труда. Это пассивный счет. Увеличение задолженности мы отразим по кредиту. Дебит 26 в нашем случае, в других случаях другие счета затрат, и кредит 70 – начислена заработная плата работнику за ремонт. Документы, которыми оформляется расход материалов и начисляется заработная плата, мы изучим на следующих уроках. Также имейте в виду, что начисление заработной платы всегда влечет за собой начисление страховых взносов. Со страховыми взносами мы также познакомимся позднее. Пока же важно запомнить, что в случае начисления зарплаты по ремонту страховые взносы также появляются. Исключений здесь нет. После того, как основное средство мы отремонтировали, об этом нужно сделать запись в инвентарную карточку по форме номер ОС6. Помните? Мы вносим туда записи о проведенных работах и изменениях в характеристики объекта, если они произошли. Кроме ремонта, основные средства могут подвергаться модернизации и реконструкции. Это более сложные и затратные процедуры, чем ремонт. У них несколько другая цель, чем у ремонта. Если целью ремонта является поддержание наших основных средств в рабочем состоянии, то реконструкция и модернизация, техническое перевооружение, проводятся с целью улучшения качественных характеристик основных средств. И затраты на их осуществление относятся на увеличение первоначальной стоимости. В этом главное отличие. Реконструкция – это переустройство существующих объектов основных средств, которое связано с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции в целях увеличения производственных мощностей, улучшения качества или номенклатуры продукции. Техническое перевооружение – это комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств на основе внедрения передовой техники и технологий, механизации, автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производителям. При этом затраты на модернизацию и реконструкцию объекта основных средств после того, как они закончены, увеличивают первоначальную стоимость такого объекта. Но для этого должно быть выполнено обязательное условие. В результате модернизации и реконструкции технического перевооружения должны улучшиться, повыситься первоначально принятые нормативные показатели, например, срок полезного использования, мощность, качество применения, качество выпускаемой продукции и т.д. После проведения реконструкции или модернизации оформляется также акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по той же форме номер ОС-3. Он служит основанием для изменения первоначальной стоимости основного средства. Давайте посмотрим проводки. Обратите внимание, если затраты по ремонту мы относили в дебет счетов затрат 20, 23, 25, 26, 44, то затраты по модернизации, реконструкции увеличивают стоимость основного средства, чего нет в ремонте. Поэтому они собираются на счете 0,8-3 строительства объектов основных средств. Например, дебет 0,8-3 кредит 61 оказаны услуги подрядчикам. Дебет 0,8-3 кредит 10-8 отпущены строительные материалы на реконструкцию или на модернизацию. Дебет 0,8-3 кредит 70 начисленная заработная плата рабочим, принимающим участие в модернизации или реконструкции. И так далее. Данные реконструкции или модернизации вносятся в инвентарную карточку учета объекта основных средств по форме номер ОС-6. Сведения о реконструкции объектов основных средств отражаются в разделе 5 «Изменение первоначальной стоимости объектов основных средств». После того, как все затраты по модернизации или реконструкции собраны на счете 0,8-3 и составлен акт по форме ОС-3, делается проводка дебет 0,1-1 кредит 0,8-3, то есть увеличивается первоначальная стоимость объекта основных средств. Домашнее задание. Продолжаем работать с организацией ООО «Плюшка». 21 января в ООО «Плюшка» сломался выпечной шкаф. Ремонт произведен приглашенным специалистом сервисного центра ООО «Технодрайв». Стоимость услуг по ремонту составила 4720 рублей, в том числе НДС. Счет фактура подрядчикам предоставлен. Сформируйте проводки, отражающие затраты на ремонт в бухгалтерском учете. Успехов в выполнении задания увидимся в следующих занятиях. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok